Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Межнародный опыт. Институт радиологии принимает у себя навучальные курсы МАГАТЭ. Подарунок городу до дня вызволения. У Гомеля урочиста открыли новый участок автодороги. А жившая история, кульминация святочных падей 26 листопада стала военная реконструкция. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Кожный кандидат у депутата Мясовых Советов 28-го скликания может иметь до 5 доверенных особ. Такую информацию разместил Центр выборкам Беларуси. Улучшение кандидата у депутаты будет житиявляться с 10-го снежня по 8-го студене. Непосредная регистрация пройдет с 9-го по 18-го студене. Затым начинается период передвыборной агитации. Для гэтых метов кандидаты мают право выкаристовывать СМИ, выраблять и расповсюдживать друкованные материалы, проводить массовые мероприемства, уповедомляльным парадку, сустракаться с выборщиками. Тым часом у Гомеля обраны старшиня областной комиссии по выборах депутатов Мясовые Советы. Кандидатура старшиня областного объединения профсоюза Алексея Неверова была одноголосно подтримана на первом организационном посаджении комиссии. На им так само разглядели пытания об утворении выборщих округ. Их у регионе 60 с средней колькостью выборщиков, свыше 18 тысяч человек. До приклада, у Гомеля выборы будут проходить по 22 округах. У Мазирском районе по 5, у Речицком по 4. До инших тем. Методики реагования на ядерные, радиоцинные, аварийные ситуации. Сегодня у Гомеля распочалась реализация проекта Международного агентства патомной энергетики по научанию специалистов ветеринарных органов и службов. Как заховать здоровое сяродье и чистые продукты хоршевания, доведался Олег Снитюроу. Авария на Чернобыльской атомной станции продемонстрировала неподрактиванность ветеринарной службы да деяние у незавычайных ситуациях специалистов на местах. Не только николи не бачили отповедных обстреливания, а и навык теоретично не видели, как наим працевать. У вынику тысячи голов, буйной рогатой живёлы, но вселякий выпадок заховали в могильниках. Наявность проблем у работы ветеринарных службов я еще раз подтвердила. Авария на японской Фокусиме. Ситуация у Воголя оказалась настолько серьезной, что два года тому у МАГАТ вырешили реализовать специальный проект. На оригинальные курсы УГОМИЛ запросили 30 специалистов из 16 краин света. У якости базы обрали институт радиологии, достигнение якого сегодня признано на международном узровне. Запас в чернобыльский период тут не только подрактовали некакие десятки практичных рекомендаций, али распроставали препараты по снижению дозы утромания радионуклида у организмах живел. Особливую актуальность гэта проблема зараз набывая у приватном секторе. Население сегодня на загрязненных территориях, оно стареет и, естественно, переходит на содержание, например, мелкого рогатого скота, такие как козы. Но есть проблема здесь в том, что поступление Цези-137 в молоко коз в 10 раз больше по сравнению с содержанием, например, том же коровьего молока. Снижение узровневого радионуклида у организма живел. Сегодня проблема не только науковая, а и экономичная. Техничный регламент Мэттного Союза, например, дозволяя реализацию тоже ялвичины при норме не больших 200 бакерелий. У Беларуси гэта норматив был у 2,5 разы высшейший. Пытание харчовой безпеки выходит на первое место, а тому подрактовка специалистов от поведной квалификации набывая особливую актуальность. Причем, когда на первых этапах они выучали шляхи удосконаливания самой системы реагирования на ядерной и радиационной аварийной ситуации, то зараз основная увага в окраснении сучастных приборов дозиметричного контроля в полевых и лабораторных умовах. В середине начнутся практичные эксперименты с наведыванием сельскохозяйственных организаций, а также перепрослуживших предприемств в Гомельской области. Участники будут изучать, как измерять продукцию животноводства и как интерпретировать результаты анализов, а затем они будут отправлять эти результаты в органы, которые принимают решение. И потом уже только эти органы примут решение о том, можно ли выпускать эту продукцию животноводства на рынке или необходимо ее утилизировать. Протягиваем выпуск. Областные дожинки 2017 пройдут другого снежня. Про это поведомили у пресс-службе Гомельского облаканкама. Нагадаем, першеподшатково свято працанников в Вёзке плановали провести 17 листопада. Однако оно было перенесено на больше поздний термин. Организаторы растумачили гэта необходностью завершения работ по уборцу ураджаю. Местом проведения областных дожинок 2017 станут жидковичи. До фестиваля тут реконструовали автовокзал, кинотеатр, новое убранье трымали объекты и в улице города. А на минулых выходных Гомель означал 74-й годовины вызволения от немецко-фашистских захопников. По доброй традиции, у святочные дни и памятные даты в Украине открываются новые объекты. Подтрымали ее и на этот раз. Жихарам и гостям Гомеля подарили новую дорогу. Подробязности у Ганны Ковалевой. Гэта дорога другого значения растягнулась на 4,5 километры. Явчэ недавно у ягэ обличчэ читався пожилы узрост. Явчэ у советский час транспортная артера излучила в улице Свирыдова и Лепяшинскага. У сучасных умовах корыстацца ею стала неазручна. Там у сёлита распачалася реконструкция. У давничая работы дожилися 8 месяцев. Цепер дорога маэт додатковые две полосы, што дозволец разгрузить автомобильные потоки на прилеглых магистралях. Дарэч, гэта будовля тольки частка великой программы, накераванной на обновленье у Гомеля дорог другого значения. Это продолжение тех дорог, которые были сделаны в прошлом году в объезд Манежево, в объезд кладбище по улице Крупской. Это как бы единая цель, чтобы облегчить движение наших водителей. Реконструкция проходила у два этапы. Зновинок светлофорное регулирование и припыночные пункты. Дарэч, автобусный маршрут уже складены. Курсировать тут будет 36-й автобус. Автомобильное покрытие, полепшенное этому, дозволит ездить не только на легковым, а и на грузовым транспорте. СС Гомеля Ратон взяла на себе усе выдатки. Яны склали коля 14 миллионов рублей. Я хочу поздравить с праздником сегодняшним днем освобождения города Гомеля, от немецко-фашистских захватчиков. И радует, я считаю, что это значимое событие, что впервые откроют движение по этой дороге наши молодые ребята в униформе тех времен, когда Красная Армия освобождала наш любимый город. Открытие дороги в день вызволения Гомеля стало символичным, и хоть официйное название ма, помеж собой городчане ее прозвали «Дорогой життя». С на годы свято тут пройшла военно-кисторичная реконструкция. Роли немецко-фашистских захопников и солдат червонной армии промерли на себе же хары Гомеля разных поколений. У роли командира полка дивизии выступил керауник администрации Чехуночного района Виталь Уткин. А первым транспортом, який тут проехал после открытия, стала техника военных часов. Ганна Ковалева, Александр Харлампоу, телерадиокампания «Гомель». Гуки выбуха и стрелы раздавались в этот день и в советском районе Гомеля. Кульминацией урочистости в зне годы дня вызволения областного центра стала военно-кисторичная реконструкция. Я представили удельники клуба «Зуссёй краины». Профессийная пиротехника, спецэффекты, аутентичная вопротка. На месте падей працавала и наша здымочная бригада. Район Любинского озера и залива Ракисош Жихарам Гомеля добра вядомая. Але мало хто ведая, что гэтае месса заховывая память об одной из самых значных падей у истории областного центра. Больше як 70 годов тому тут проходили бои за Гомель. Тые военные картины застались у минулым и лягли на сторонки подручников. Оживить их у День вызволения узялись военно-кисторичные клубы Беларуси. 26 листопада тут пройшла реконструкция боевых дейня у 43-х года, які стали часткой масштабной Гомельской речицкой операции. Падея собрала полторы тысячи глядачоу. Ой, впечатление вообще, если честно, потрясающе. Мы всегда, всей семьёй такие мероприятия, как 9 мая, 3 июля, мы всегда посещаем. И День освобождения Гомеля тоже для нас это такое важное событие. По сотності, гэта театральная постановка под открытым небом. А вось толькі уліку актёров – звычайные люди. Усяхо 70 чалавек. У дельнікаў більш як 10 военно-кисторичных клубов з усёй краіны. На іх аутэнтычныя костюмы 40-х годов. На узбраянні дзеючая техніка перейду вызваляння. І хоч выбухі і гуки стрэлаў бутафорскі, яны ўсё ж вызываюць хвалявання. Для большай докладнасті ўсі спецэфекты рыхтавалі профісійныя піротэхнікі. Відеоаператорам проходзіць ўглы бретро-пляцовкі не дазволіли. Можна було незнарок наступіць на выбуховы пакет. Вогалі на подрыхтовку пляцовкі спатрэбілася 5 дзён. Увець гэты час організаторы правялі прамо тут, ў палатках, як і нашы вызваліццілі 74 гады таму. Ісі так разабрацца, на мне гімнастёрка і галіфе 45-го года. То есть, ну, на самом деле, вся форма, она оригінальна. Третій раз – це у нас ежегодне мероприятие. І ми, чесно, знаєте, із така фраза – костюми ўже ложимся, просто, чтобы это состоялось. Тому що данне мероприятие не коммерческое. Ви віте, все зрітіли здесь бесплатно. Ребята приїхали участвувати здесь бесплатно. То есть, на самом деле, це наш личний ентузіазм. Усе удзельніки реконструкції собралися тут не просто так. А малю кожнахава ваєвали дзядыці прадеды. У многих родні загінули. І, по сутністі, у жилах кожнахазудзельнікаў і глядачоў ця чекроў пераможців Віалікой Айчынной вайны. У мене дед. Дед воевал. С апреля месяца 42-го года в действующей армии. Ушёл добровольцем. У нас в Гомеле был военным строителем. Строил здесь военные объекты до войны. Мой дед погиб. Погиб в 42-м году в боях под Оржевом. В тяжёлых боях. Когда начиналось освобождение. Сотни, тысячи жертв. И советская армия пришла и всё-таки выгнала фашиста. То есть наша задача была, конечно же, показать и рассказать об этом. Ганна Ковалёва, Наталья Игнатенко, Александр Харлампоў. Телі радиокампания «Гомель». У Гомеле выбрали маленьких мис и мистера. У городскім центры культура отбывся дзетячы конкурс артыстычного майстерства іграции «Маленькі гомельчани». За пераможные тытулы замагаліся 13 удзельніков во взросці от 9 до 11 годов. Каму достався тытул пераможцы, доведаліся нашы коррэспондэнты. Семь юных прыхажунь і шэсть кавалераў. Пачынаючыя блогер, музыканты, спортсмены і танцоры. Яны с поспехам прайшлі два этапы кастынгаў і стали финалистами конкурсу «Маленькі гомельчани». Их выбрали з некалькіх десятку претендентів. Конкурс, хоч і дітяші, але тут усе подорослому. На заклюшному этапі удзельнікі уже умело позіруюць на камеру і демонструюць одзе невядомых брендов. А до дофиле їх рыхтуюць маститые цурульнікі і візажісты. Однак знішній выгляд – не одзіне, што оцениваль жюры. До речі, ў суддейськай калекі булі представнікі індустрии прыгажості і моды, сфері культуры і журналистикі. Жюри будуть оценивати артистизм, уміння держатися на сцені, розкріпощенность, також будуть оценивати їх візитки. Они в цьому году підготовили собственні костюмы із подручних матеріалів, т.е. задумка, защита – все це буде оцениватися. Гэтэго для конкурсу юбілейний он пройшов у десятый раз. З уліком гэтэго організаторы вирішили унести некалькі нововядзенью. Так, номінація для хлопчиків зацверджену першыню. Яшчы одна сюлітня особливість – тое, що на одной сцені сустріліся сучасність і будучення конкурсу. У ліку гоноровых гостей і удільників дефіле були пераможці усіх минулых годів. Я вже участвувала в прошлом году. Мене дуже сильно понравилось. Я виграюла, це було дуже незабываеме представлення. Конкурс дуже интересний був. В цьому году ожідаю, щоб дівочкам всем понравилось, щоб зрителям понравилось. Щоб не расстраивались, як проіграють. Победа – це не главное, главное – це участь. Головная тема вечера, повість «Каска», «Маленький принц». Тому у конкурсі костюма удільники паустали у ролі героїв розних планет. А крім цього, їм треба було продемонструвати своє інтелектуальне здольність і танцівальне майстерство. По выніках усіх етапів, названі пераможці у 15 номінаціях. Ні один з конкурсантів не сішов со сцены без подарунка. А крім цього, не каторых зауважили, як будучих удільників показав мод не тільки у Білорусі, а ліза міжой. Головний шприз, пераможні звання і сертифікати на куплю планшета отримали Улад Стяпура і Наталья Бясонова. «Очень круто, мне очень нравится. За мною пришли очень много друзей, 50 человек. Очень много людей. Я очень рад. Ну, сначала я волновался, но потом я не ожидала такого. Я даже вообще не думала про этот конкурс. Думала, что какую-нибудь другую номинацию получу. Ну, получу как-то так. И что ты сейчас чувствуешь, скажешь? Восторг и радость. Большую». Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Александр Харлампо, телерадоя компания «Гомель». По попередніх прогнозах синоптиков, опошнітый день листопада на Гомельщине буде сырым і пахмурным. Варто узброїться парасонами, чекаються опадки. Як поведомили у обласным гідром медцентра, на протягу тыдня ургієння буде воблачно с проясненнями. Месцями махчимы туман. Чекаються опадки в выгляді дажу і мокрого снегу на дорогах Галалёдіцца. Парывы ветру будуть складать 4-9 метров за секунду. Месцями – да 15-20. На протягу тыдня температуры поветра на Гомельщине у ночи будуть варьіроваться. Ад минус 4 до плюс 4 градусов. У день слубки термометра максимально уздымутся до 6 градусов са знаком «плюс». ГТ и інші новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі. www.tvrgomel.by На ГТ випуск завершений. Усього доброго і до зустрічі у ефірі.